Бои без правил Почему в Бангкоке кулаками машут джигиты из России, выяснял Дмитрий Ясминов. Тайские фанаты ругаются. Теперь вот даже язык сломать можно. Русские идут. Рамазан! Рамазан! Это первый раз, когда чемпионом мира стал. Это в 2004 году было. В комнате недорогого отеля кубки стоят, как небольшие небоскребы. С тех пор он трижды становился чемпионом мира. Счастливое число. Вместе с тремя друзьями из Дагестана Рамазан уже три года живет и тренируется в Таиланде. Все говорят, у него непревзойденное чувство локтя и в переносном, и в прямом смысле. В Бангкоке под 40, в руках только перчатки. Рамазан идет на тренировку в одной из самых знаменитых школ Муай-Тай. С виду как дешевый автосервис. Но Рамазан говорит, так и есть. Здесь делают боевые машины. Теперь эту школу считают русской. Но даже когда их называют гастарбайтерами, Малик Гаджиев совсем не обижается. Ведь в Таиланд они приехали буквально выколачивать деньги. Здесь боевые, а там у нас боев нет. Мало боев. Есть боевые. По деньгам. Тренер предлагает самим попробовать, как русские и бьют. Оказывается, в роли мальчика для битья тоже можно брать интервью. Почему наши считаются хорошими, перспективными? Потому что наши дерутся как бы. Наши любят драться. Начинают драться с первого. Удар, еще удар. В перерывах Малик не устает объяснять. Мол, в Азии сейчас мода такая на больших белых бойцов. Что-то вроде японских школьниц. Хотя здесь этого лучше не говорить. Тайцы не любят, когда, например, большие люди, как и белые. Тайская техника нравится. Менеджер русских боксеров Нарон Серепек теперь задумывается, чем он хуже Дона Кинга. У того были Тайсон и Валуев, а у него целых четыре бойца мирового класса. Самого Тайсона им никогда не побить. Нет, они могут, конечно. Но это же разные виды спорта. И вообще в боксе гонорары повыше. У нас 10 тысяч долларов за бой. Это максимум. Как зарабатывают деньги, показывает самый старший в команде Арслан Магомедов. Едва успел залечить перелом руки, через месяц снова на ринг. Если так будет и дальше, до мировой славы на ринге можно просто не продержаться. Мы считаемся чемпионом в наших весовых категориях. Чемпионом мира. То есть это как Кличко, как Валуев? Да, как они в боксе, мы вот так в тайском боксе. Тайский бокс вообще жестокий вид спорта. Но здесь бьют особенно сильно. Стадион Ломпини в Бангкоке. Сердце мирового тайского бокса. Тот, кто бился на этом ринге хоть раз, может считать себя бойцом топ-класса. И таких здесь много. Тем не менее, менеджеры русских тайбоксеров жалуются. Найти для них соперников становится все труднее и труднее. Сегодня они пришли сюда как зрители. Присмотреться к возможным будущим соперникам. Бомонд тайбокса собирается не в ярких залах со множеством софитов. А здесь, на грязных скамейках, которые больше напоминают декорации голливудским боевикам. Очень много боев. Нокаут сразу на насылке и увели. Нокаут на насылке и увели прямо на ринге. Святая святых тайского бокса, раздевалки, лампини. Бойцов готовят очень просто. Сначала разогревающий массаж, потом бинты на руки, а сверху наклеивают медицинский пластырь. Получается что-то вроде мягкого кастета. Такое вот лицо у самого жестокого единоборства. На тренировке в тайской школе он сосредоточенно делает из тренера котлету. Вроде бы полон сил, но в конце ему едва хватает дыхания, чтобы представиться. Знаете, я ведь тоже журналист. А из какого издания? И не то чтобы работа у него сидячая, говорит Алекс. Просто иногда так и хочется встряхнуться. На тренировке он ходит вечером, но и днем находит время для легкого фитнеса. Алекс говорит, что мода на занятия тайским боксом среди европейских бизнесменов началась еще лет 15 назад. Для него теперь это производственная необходимость. Вот, посмотрите, на какие темы я обычно пишу. Ему несколько раз предлагали участвовать в профессиональных боях, в том числе и с русскими бойцами. Но он говорит, что деньги привык добывать другим способом. Знаете, что самое ценное в моих занятиях тайским боксом? То, что мой начальник об этом прекрасно знает. Ночная пробежка в одном из самых криминальных районов Бангкока. Для тай-боксера это даже полезно. Остальные идут на прогулку. Ночная столица Таиланда, как другой мир, ни капли не похожа на их родную Махачкалу. Но если бы ты там остался, у тебя какие пути бы были? В доме я себе остался. Не могу сказать. Я тебе не могу сказать. Два варианта. Или бандит, или милиционер. Ну, думаю, я был бы бандитом. Пока Арслан Магомедов стал звездой в японских боях по версии К1. Сегодня его боевой путь уместился на одном компакт-диске. Похож, нет? Здесь, конечно, длинные волосы. У меня даже такой красавец. Он стал одним из немногих, кого организаторы чемпионата сделали героем компьютерной игры. Здесь при умении каждый желающий может надавать чемпиону хороших тумаков. Арслан смеется. А это Ленислава? Пусть даже и виртуальная. Подожди, дай ему сейчас по заднице дам. Подожди, не откликай меня. Дмитрий Яспнов и Вячеслав Харитонов. Программа «Неделя» РЕН-ТВ. Сегодня в Италии прощаются случайно повороти. Тысяча...